Всем большой привет! Рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня хочу показать пустые баночки декабря, последние в этом году. Давайте начнем с ухода за волосами. У меня закончился шампунь от компании By You. Это шампунь для светлых окрашенных волос с ромашкой, гелево-желтая консистенция. Очень понравился, приятная отдушка, хорошо пенился, хорошо волосы промывал. Оставила после себя только положительные впечатления. Вместе с ним я использовала кондиционер для волос с органовым маслом и шиповником. Несмотря на то, что это кондиционер, я его воспринимала как густую полотную маску. Очень хорошо распределялся по волосам, давал хорошее увлажнение. 200 мл, надолго хватило, приятный аромат. Волосы мои остались довольны. Я тоже очень довольна, поэтому замечательная была у меня пара. Также у меня закончилась маска от компании Belita. Сила гиалурона, стоп желтизне. Это фиолетовая маска для светлых волос, нейтрализация желтизны с маслом авокадо и гиалуроном. Она действительно была фиолетовая. Действительно немного тонировала волосы, немного их корректировала. Но незначительно. Больше всего она понравилась мне в качестве смягчения волос. Волосы были очень мягкие, струящиеся, рассыпчатые. Но не хватало мне коррекции. Я бы хотела, чтобы она больше работала в плане коррекции цвета. Скорее всего, больше не повторю. Буду что-то искать новое. Для волос у меня закончился еще шампунь от компании Haddad. 10 мл. Вот такой пробник. Попадался мне в коробочке. Красоты. Это была кремовая густая консистенция. Очень-очень плотная. С ярко выраженным мужским ароматом. Что-то по типу Head & Shoulders. Только намного более густая кремовая консистенция. Мне хватило на один раз. Очень хорошо пенился. Аромат яркий. Но больше сказать ничего, конечно, не могу. Также у меня, можно сказать, закончился лак для волос от Schwarzkopf Taft. 7 дней. Объем и антистатический эффект. Как-то нужно было на днях мне сделать прическу. Я сделала прическу и понадобился лак. Стала его использовать и поняла, что он не работает. Потому что здесь вот или засохло, или забилось это отверстие. В общем-то он не работает. Здесь осталось, наверное, треть еще лака. Но, к сожалению, придется его выбросить. Потому что он весь потек. Такими потеками. В общем-то я поняла, что у него пульвизатор забился просто. Поэтому придется от него избавиться. Это хорошо, что у меня был другой лак. Потому что без лака никак нельзя было обойтись. И еще один продукт для волос. Это краска от Garnier Color Sensation. Роскошный цвет. Стойкая крем-краска. В оттенке пепельный черный. Я окрашивала маму. Она у меня с натуральным цветом темно-русый. И этот черный цвет ей идеально подошел. Она, в принципе, осталась им довольна. Давайте перейдем к гелям для душа. Я наслаждалась гелем от компании North Secret. Гель масла для душа. В объеме 400 мл. Бергамот и кедр. Единственное, я бы, конечно, хотела, чтобы здесь солировал кедр. Солировали какие-то хвойные нотки. Но здесь на первом плане был, конечно, бергамот. Он был великолепен. Он был таким цитрусовым, зелено-бодрящим. Красивым, вкусным. Аромат действительно зимний. Такой хвойный, предновогодний. Хорошо пенил всю кожу. Не сушил. Аромат легкий, ненавязчивый. Некоторое время оставался на теле. В общем, прекрасный продукт. Он у меня очень быстро ушел. И я этому рада. Еще закончился у меня гель для душа от компании Bayou. Мы вместе с супругом им пользовались. Я не могла себя отказать в удовольствии его использовать. Потому что у него совершенно очаровательный аромат. Аромат имбиря и почули. Это что-то волшебное. Он такой яркий. Такой самобытный. Он очень специфический. Он притягательный. Он остается на волосах, на коже. Он остается в пространстве. Очень такой привлекательный аромат. Я с большим удовольствием бы повторила. Но, к сожалению, найти в продаже его не так просто. Потому что я в свое время покупала на вал в Бересе. И больше найти его там не могу. Закончился еще один гель для душа от компании Акс. Свежий с севера. С ароматом горных вершин. Гель для душ и шампунь. Два в одном. У него была гелевая консистенция. Здесь уже была стандартная мужская душка. Приятная. Но ничего сверхъестественного. Продукт хорошо работал. Давал свежесть. Приятный аромат. Супругу понравился. Остались им довольны. Также у меня закончился еще один гель для душа от компании Свобода. Расслабляющий. Я его использовала в качестве пены для ванны. Он был такого сиреневатого цвета. Здесь экстракт лаванды и розмарина. Аромат был точно такой же. Я не очень люблю лаванду в чистом виде. Но вот здесь она с розмарином как-то неплохо дружила. И все это вместе выглядело симпатично. Хорошо гель пенился. В качестве пены для ванны меня устраивало. Здесь был большой объем 430 мл. В общем-то ничего плохого сказать не могу. Гель меня устроил. Был вполне нормально. И закончился еще один продукт. Это масло для душа и ванны. Ритуал наслаждения от компании Зейтун. Попадался тоже в коробочке. Я вообще не поняла этот продукт. Он абсолютно не пенится. Он такого желтого масляного цвета. Такое ощущение, что какую-то субстанцию непонятную на мочалку вылило. Ни аромата, ни цвета, ни вкуса. Ничего. Поэтому просто как вылила на мочалку, так и все. Более ничего сказать не могу. Также у меня закончился подтягивающий, охлаждающий скраб для тела. Фитнес модел от компании Фитокосметик. Он был очень красивого цвета. Такой вот зеленый. Дает нам красивое, подтянутое тело и упругую кожу. Он действительно немного охлаждал, так как в своем составе содержал мяту. Это было такое приятное охлаждение. Он был на основе тростникового сахара с разными полезными маслами и экстрактами. У него очень такой приятный, немного морской, такой водянистый, водорослевый аромат. Очень понравился, красивый, хорошо работал. Приятный аромат, хорошее действие. Надолго мне его хватило. Очень-очень приятный. Ухаживающее жидкое крем-мыло от компании Милгурт. Манго и дыня в йогурте. Аромат очень приятный. Действительно, это манго и дыня. Не испортили аромат. Как по мне, очень даже приятный. Такая желтая консистенция была. Компания Весна у нас делает 280 мл. Я это мыло перелила в дозатор на кухню. У меня на кухне стоит специально удобный для меня дозатор. И я продукт, который мне нужен, туда переливаю и таким образом использую. Хорошее и неплохое мыло. Прекрасно убирает запахи с рук. Хорошо пенится. Аромат приятный. Бюджетная. В общем, по всем параметрам мне этот продукт понравился. Закончился у меня крем для ног от компании Свобода. Точнее, это даже не крем, а бальзам. Для очень сухой кожи. Профилактика трещин на топтыши. Смягчение питания. Абсолютно нельзя верить тому, что здесь написано. Специально его взяла. Думала использовать в зимний период. Но он не оправдал моих ожиданий. Он подходит только для идеально ухоженных, нежных ножек. Беспроблемных. Если вам просто нужно немножко ножки увлажнить, смягчить, тогда да. Если какие-то проблемы, если тем более трещины на топтыши, то он ничего не сделает. Поэтому так себе посредственный. Советовать его, конечно, никому не буду. Сама тоже не повторю. Зубная паста от компании Colgate. Sensitive Pro Relief. Защита эмали. Эта зубная паста нацелена на риминализацию зубной эмали. Поэтому я ее купила. Здесь у нас 74 грамма. Такая зубная паста. Я очень люблю Colgate. Часто его покупаю. Мне нравится качество. Мне нравится, как он хорошо очищает зубы, освежает дыхание. Стандартная белая зубная паста. Очень нравится. Поэтому, скорее всего, буду повторять. Colgate я люблю. И для ухода за полостью рта закончился ополаскиватель. Органический таежный детокс от компании Рецепты бабушки Агафьи. Он мне не очень понравился, потому что он был сладковатый. Я люблю больше мятный, освежающий. Он такой был салатово-зеленого цвета. Но по привкусу он был сладковатый. Как будто это сладкий зеленый чай. Не хватало мне свежести. Не хватало мне мяты. Вот это небольшой минус. А так как он натуральный, не содержит спирта, не содержит фтора, хлоргексидина. Он не жжет полость рта. Он такой очень спокойный, деликатный. Но вот, к сожалению, не хватило мне свежести. Скорее всего, больше повторять его не буду. Жидкость для снятия лака от компании Я Самая. 100 мл. Подходит для снятия геля лака. Укрепляет ногтевую пластину. Для снятия геля лака я его не пробовала. Но вот обычный лак с блесками, шиммером. Он снимает хорошо. Насчет укрепления ногтевой пластины это, конечно, вряд ли. Но ароматом приятным обладает. В принципе, такой неплохой. Имеет место быть. Давайте мы перейдем к уходу за лицом. Я хочу вам показать продукт от компании Натуры Сиберика. Из линейки Облепиха Сиберика с витамином С. Это обновляющая пилинг-маска для лица. В объеме 150 мл. У меня увидела ее мама. Говорит, да, я попробую. Я дала ей попробовать. Она говорит, я у тебя хочу его забрать. И вот я вам покажу, девочки, и его отдам маме. Он ей очень понравился. И картинка понравилась, и действия. Почему я его отдаю? Потому что у меня он вызывает небольшое покраснение на лице. Небольшое покалывание. Может быть, это и нормально. Но я сейчас использую другие продукты. Другие пилинги использую. Там никакого покраснения, никакого покалывания. Вообще ничего такого нет. Поэтому здесь осталось не так много. Но вот столичка буквально. И поэтому я решила отдать маме. Пусть она попробует, познакомится. Если ей понравится, я тогда куплю ей еще такую вот упаковочку. А с ним я прощаюсь. Он был хорошим. Он действительно очень хорошо кожу очищал. Он содержал огромное количество органического гидролата. Алтайская облепихия. У него приятный аромат облепиховый. Он содержал 5% глюколевую кислоту. Содержал активную фазу витамина С. Он был прекрасным. Но вот немножечко и поднадоел мне. И я вот сейчас перешла на другие продукты. Поэтому я отдам его, скажем так, в хорошие руки. У меня закончился лосьон-тоник от компании Пайо. В объеме 200 мл. Здесь очень удобный носик. Удобно его использовать. Вы наносите на ватный диск. Протираете лицо. Такого было розоватого цвета. Прекрасный аромат. Прекрасное действие. Я очень люблю компанию Пайо. И в особенности этот тоник. Он у меня уже не первый. В запасе стоит у меня еще огромная бутылочка. Поэтому буду продолжать наслаждаться этой компанией. Мне она очень нравится. В качестве ухаживающего ночного крема у меня закончился крем от компании Хада Лаба. Это экстра увлажняющий крем для лица на основе 4 видов гиалуроновой кислоты. Он прекрасно кожу увлажняет. Удерживает влагу. Придает мягкость коже. Кожа как бы напитанная, увлажненная изнутри. Но у него очень такая специфическая текстура. Такая вязкая. Плотная. Хорошо распределяется по лицу. Для меня он подходит только на вечернее время. Потому что он такой как бы жирненький. Несмотря на то, что он увлажняющий. Еще он очень хорошо кожу увлажняет. Такое вот ощущение немного жирности на лице. Меня это вполне устраивало. Особенно на холодные какие-то ветреные дни. Он был очень приятный. Надолго мне его хватило. Мне кажется месяца 4 я его использовала. Очень долгоиграющий. Но вот он закончился. На смену я возьму что-нибудь другое. Давайте покажу вам его консистенцию. Такой вот он немножко тянется. Такой богатый, плотный. Хорошо распределяется по лицу. В общем он мне понравился. Вам могу посоветовать. Кожа с ним выглядела хорошо. Закончился у меня еще один крем. От компании доктор Михайлова. Это стандартный увлажняющий крем. Для обезвоженной кожи. Если вам ничего не нужно. Если просто нужно кожу увлажнить. Если нужно препятствовать потере влаги. Задержать влагу в коже. То этот крем подойдет. С ним кожа такая нежная. Бархатная. Увлажненная. Но ничего более он не делает. У него очень хороший состав. Он подходит для атопичной кожи. Подходит для проблемной кожи. Не забивает поры. Очень такой хороший. Попадался мне в коробочке красоты. Я сейчас посмотрела. Он стоит где-то 1200. Я не скажу что его повторю. Ничего сверх особенного. Сверх естественного. Но познакомиться с ним было приятно. Это наша российская марка. Всегда интересно открывать для себя что-то новое. У меня закончилась маска от компании Мастиш. Очень интересная маска. Я ее купила только потому. Что здесь было написано. Что эта маска кислородная. Интенсивно увлажняет. Насыщает кислородом. И дает питание и смягчение. 100 миллилитров. Большой объем. И 6 месяцев после вскрытия. У нее вот такой вот очень интересный цвет. Был нежный голубой. Когда наносили его на лицо. То такое ощущение, что вы аватар. Она кремовая. Плотная. Очень хорошо сидит на коже. Я ее наносила толстым слоем. Оставляла на 10-12 минут. То, что нужно. Моя кожа впитывала. Забирала себе. Остатки я смывала влажным спонжем. Хорошая маска. Беспроблемная. Наносила ее и с утра, и вечером. И перед макияжем. И вечером, когда смывала макияж. Чтобы кожу увлажнить. И смягчить. Хорошая маска. Надолго мне ее хватило. Могу вам ее посоветовать. Закончилась у меня сыворотка от компании Виши. Из линейки Лифт Актив Суприм. Она содержит 1,5% гиалуроновой кислоты. Здесь очень удобная баночка. Она с пипеткой. Она довольно жидкая. Поэтому хорошо распределяется по коже. Она как бы вся растекается по лицу. И поэтому нужно ее совсем немножко. Она немного липковатая. Нужно дать время, чтобы она впиталась и уселась на коже. Тогда она хорошо впитается. И можно наносить сверху крем. Сыворотка мне понравилась. Надолго хватило. Эта сыворотка направлена на восполнение контура. На увлажнение. И на предотвращение морщин. Интересная сыворотка. Могу вам ее посоветовать. Компания Эвелин. Крем увлажняющий с кокосом. Я его использовала в качестве ухода для зоны шеи и декольте. Хороший, приятный крем. Быстро впитался легкая душка кокоса. Закончились у меня патчи от компании Карима. В видео на уход декабря я вам их показывала. Они очень красивого, такого бирюзового цвета. Я их использую с утра. Держу в дверь за холодильник. И с утра, когда встаю, очищаю кожу, умываюсь, их наношу. Мне эта процедура нравится. Я уже привыкла. Это такой мой, знаете, повседневный ритуал. Закончился у меня кусочек мыла от Palma Olive Naturel. Витамин С и апельсин. Мыло очень приятного, такого желто-оранжевого, с разводами цвета. Здесь был большой кусочек в 150 грамм. Хватило его надолго. Приятный аромат. Не трескался, не размокал. Хорошая отдушка. Хорошая мыльная основа. Очень мылкое мыло. Приятное. Я, в общем-то, рада, что оно у меня было. Также у меня закончилась соль для ванны с экстрактом тропических фруктов. Алоха. Производитель лаборатория Катрин. С ароматом сочного личия и сладкого ананаса. Это такое некое баловство. Некая штучка для поднятия настроения. Для принятия в ванны. Она действительно изменяет цвет воды. Немножко воду смягчает. Приятно с ней находиться. Я такие вещи люблю. Также в этом месяце я сделала акцент на тканевые маски от компании Профессор Скин Гуд. Я собрала, нашла все маски, которые у меня есть. И решила полностью потестировать эту компанию. У меня был в запасах набор из семи масок. Из серии Императорский секрет. Маски Антиэйдж. В наборе было семь тканевых масок. Я использовала их каждый день. Решила себе сделать такую бьюти процедуру. Для восстановления кожи. Посмотреть. Эти маски мне понравились. Они были среднего лекала. Не на крупное, не на мелкое лицо. Хорошие были прорези. Все было нормально. Пропитки хватало. Обычное, стандартное, хорошее тканевое лекало. Кстати, выгоднее покупать, конечно, в наборе. Особенно, если вы куда-то собираетесь поехать. На отдых, в командировку, к родственникам. То взяли этот набор синий масок. Так и выгоднее. И получается дешевле. Также у меня еще была тканевая маска. Уже из другой линейки. Это линейка Суперлифтинг. Подтягивающая, увлажняющая маска. Она тоже мне понравилась. Хорошая, работающая. В принципе, чем-то похожа на эту. И от компании Профессор Скингуд. У меня была еще гидрогелевая маска. Аквабустер, увлажняющая. Гидрогель был плотный. Хорошо распределялся по лицу. Я с этой маской лежала. Наслаждалась. Она очень хорошо впиталась в кожу. Отдала все свои полезные ингредиенты. Мне она очень понравилась. Она была, как и все гидрогелевые маски, отделена напополам. Сначала я верхнюю часть положила. Потом нижнюю. В общем-то, с этой маской я прям полностью отдохнула. Хорошая маска. Могу посоветовать, кто любит гидрогелевые маски. Также от Профессор Скингуд я нашла в своих запасах вот такую замечательную Crazy Bubbles. Безумные пузырьки. Действительно, это двухцветная пузырьковая очищающая маска. Она желто-зеленого цвета. Первое отделение желтое нужно наносить на Т-зону, а зеленую часть на нижнюю часть лица. Да, действительно, после того, как вы наносите ее, она сразу начинает пузыриться. Слой пены очень-очень такой внушительный. Пузырьки приятно расслабляют кожу, делают массаж. Как бы пузырьки шампанского лопаются. В общем, очень приятные ощущения. Я вообще люблю пузырьковые маски. И вообще, всем любителям пузырьковых очищающих масок я могу посоветовать приобретить эту маску. Вы с ней просто отдохнете и кайфанете. Классная маска. Мне очень понравилась. После того, как вы ее смыли, кожа просто до скрипа очищена. Поры такие чистые. Кожа гладкая, нежная. Ну, прям просто великолепная. Очень мне понравилась. Помимо профессора Скингуд, я еще использовала две маски. Маска от компании Синка Нейча. Увлажняющая с экстрактом эвкалипта. Очень своеобразная маска. У нее очень мягкая лекала и ярко выраженный аромат листьев эвкалипта. Мне она понравилась. Очень хорошо кожу увлажнила, протонизировала. Такая приятная маска. И посредственная неочемная маска от компании Мейджис. Это у нас китайская маска. Я ее взяла в уход, потому что здесь у нас снеговички. Зима. Эта маска очень легкая. Дала небольшое увлажнение. И на этом все. Ничего интересного. Также у меня закончились ватные диски от компании Premium Beauty. Очень даже неплохие. Они мягкие, не расслаиваются, не расползаются, ворсинок не оставляют. Здесь у нас объем был 80 штук. Но такие неплохие. Давайте я вам покажу свои декоративные продукты. В этом месяце я вам показывала в покупках, что купила тональный крем от компании Коллаген. К сожалению, он мне не подошел по цвету. У меня он в оттенке 21. Тональная основа для лица. Покупала я в подружке. Но, к сожалению, не угадала я с оттенком. Тон 21 мне не подошел. Он был очень-очень темный для меня. Девочки тоже в покупках мне сказали, говорят, Наташа, что-то он тебе темноват. К сожалению, это да. Я его попыталась нанести на лицо, но вообще не моя история. Очень-очень темный. Поэтому я сразу же его пошла, смыла и переделала макияж. У меня есть вот такой вот, тоже, кстати, закончился тональный от компании Коллаген. Коллаген тоже оттенок 21, но вот из другой серии. Серии 3 в 1. Из вот этой серии, сейчас вам покажу, он идеально мне подходит по оттенку. Ну, давайте рядышком. Здесь уже осталось совсем немножко рядышком. Нанесу, видите, он идеально сливается с моим тоном кожи. И я что-то как-то не подумала. Думаю, ну да, и, наверное, тоже 21 закажу. К сожалению, нет. Поэтому, к сожалению, белый Коллаген у меня закончился. Там буквально осталось на один раз, и все, я его выброшу. А Коллаген вот в этом исполнении, который я купила в этом месяце, я его отдам, отдам маме. Она у меня темненькая, посмотрит, может быть, ей подойдет. Так что, девочки, обратите внимание. Это у нас компания Enough. Коллаген 3 в 1 белый, оттенок 21. Идеально подошел мне. Это вот верхний. А оттенок 21. Коллаген уже в таком голубом исполнении. Он очень-очень темный. Девочки говорят, надо было тебе брать 13 оттенок. Ну, скорее всего, я себе перезакажу 13 оттенок. На самом деле. Вот такие вот баночки. Этим белым я пользовалась, наверное, года полтора. Он классный. Имеет SPF 15. Очень хорошо кожу перекрывает. Выравнивает все недостатки, все несовершенства. Я просто горе с ним не знала. Хотела себе точно такое же, но вот не угадала с оттенком. Видите, он действительно даже в баночке смотрится очень-очень темно, в отличие от этого. Ну, вот такое бывает. Ничего страшного. Самое главное есть кому отдать. Также я избавляюсь от еще одной тональной основы. От компании Maybelline. Стойкость 30 часов. Здесь оттенок 20 классический бежевый. Мне не нравится его оттенок и не нравится его консистенция. Здесь 30 мл. Написано, что полное покрытие, безупречно матовый финиш, невидимое дышащее покрытие. Ну, давайте посмотрим. К сожалению, оттенок мне тоже его не подошел. Не нравится, как он смотрится на коже. Он какой-то желтый, какой-то инородный. Как бы проваливается в поры, подчеркивает все шелушения, все несовершенства. Как бы хорошо я кожу не подготавливала, все равно он виден, заметен. Несколько раз я пыталась его приручить, пыталась им пользоваться, но не знаю, или отдам его кому-нибудь, либо просто избавлюсь. Поэтому вот такая вот история. К сожалению, надо с ним прощаться. И последнее, что вам покажу, это компания Rorak Dry Cool. Минеральная рассыпчатая белая пудра. Это хит-продажная в Айлберисе. Я ее заказывала там же. Здесь у нас 5 грамм. Обычная такая транспарентная белая пудра с прекрасным ароматом, прекрасно матирует. Хватило ее надолго. Я этой пудрой осталась довольна. Скорее всего, закажу себе еще. Вот такие были у меня пустые баночки в уходящем году. Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать нам всем мира, добра, тепла, благополучия, любви. Пусть ваши самые сокровенные мечты и желания исполнятся. Берегите себя и свои семьи. И встретимся мы с вами уже в новом 24 году. Всем пока-пока.